Кошмары на кухне. Так, я отойду, я с наушниками. Сейчас я прям через секунду приду, но я включу. Помона, Калифорния. Небольшой городок, населенный начинающими художниками, студентами и продавцами автомобилей. Здесь расположен ресторан Лелы. Ресторан высокой кухни, который открылся всего 8 месяцев назад. Но сейчас ресторан очень близок к закрытию. Привет, я владелица ресторана высокой кухни. Зря Лелла открыла ресторан именно здесь. Здесь много бездомных. Мне кажется, Лелла никогда не впишет Сеф по Мону. Ресторан здесь – это безумие. От Рики слишком много шума. Итак, приступаем к работе. Я секси. Смиритесь с этим. Это все равно, что прийти в клуб и зайти на танцпол. Это моя кухня и мое меню. Я справлюсь. У меня есть нож, мозги и отстаньте все от меня. Блядь. Я увидел чат, я увидел. Ебать пиздец чат. Я слышал и увидел. Ебать блядь. Ебать блядь пиздец. Шучиваем друг над другом и нам здесь весело. Что у тебя такое? Ебать снупдог на кухне. Это золото в 14 карат. Это очень круто. Базарду нравится околачиваться на кухне и есть. Он постоянно что-то подъедает. Он таскает еду. Мы как одна большая счастливая семья. Мне срочно нужен заказ. Все, что от нас требуется – читать заказы и готовить. Табита. Ее постоянно нужно успокаивать. Ну и без криков не обходится. Мне постоянно приходится оправдываться перед гостями за то, что у нас ничего нет. Не надо винить нас во всем. Мы не виноваты. Я на дух не переношу Рики. Тебе на все наплевать. Вот почему ресторан находится на грани банкротства. Табита не умеет общаться с людьми. К черту все заказы. Блядь, а почему владелицы ресторана позволяют всей этой хуйне вообще происходить? Да закрой ты свой рот. Все слышат, как Табита и Рики ссорятся. А они часто ссорятся. У нас ничего нет. По-моему, они переутомились. Какой позор. Гости в шоке от того, что здесь... Что кушаешь? Безвредные чипсы, если так можно сказать. Здесь происходит. Они просто пришли поесть. Обслуживание очень медленное. Вкусное или говно? Ну, они не из... Они не из картошки. А это цельнозерновые чипсы. И обычные чипсы вкуснее, конечно. И с каждым... Вкусно ли? Ну, вообще-то вкусно. Вот с помидорами и паприкой они вкусные. Днем оно становится все медленнее. Я теряю очень много денег. Я вложила все свои деньги до последнего цента в этот ресторан. У меня ничего не осталось. Мы достигли своего предела. И сейчас мы катимся под откос. Ты не могла бы одолжить мне немного денег? О, боже. Я должна сестре 60 тысяч долларов. Сколько? 3 700. Теперь я должна 64 тысячи. У меня стресс. Как я буду оплачивать счета? Что мне делать? Я не хочу ее бросать, но мне нужны деньги. Я не сплю по ночам, потому что постоянно думаю о том, как все исправить. Я не знаю, что мне делать. Пиздец. Итак, мы в помоне. Очень тихо. Как же нужно уметь вовремя отказаться от своей мечты, чтобы не утопить свою жизнь в полной... в полном пиздеце. Тихо. Похоже на город призраков. Здесь должно быть полно народу, но ничего подобного. Внутри ресторан не очень уютный. О, боже. Мне так хочется услышать его акцент. А вы только посмотрите, посмотрите. Лелла, приятно познакомиться. Взаимно. Привет. Давайте, одна из баб должна сказать, что она бы дала ему. Привет. Меня зовут Абита, я буду вашим официантом. Я слышала, что шеф Рамзи очень много кричит. Я не люблю, когда на меня кричат. Какой у вас суп сегодня? Томатный с базиликом. Ясно, свежий? Да. Чудесно, спасибо. Пожалуйста. В меню полно ошибок. Вы готовы заказать? Что это такое, чивас? Где? Чивас, чивас. Чеснок. Ах, чеснок. Вы даже чеснок правильно написать не в состоянии, ясно? Чеснок. А, то есть там ошибки... Они неправильно слова пишут? Начнем с томатного супа с базиликом. Хорошо. Еще хочу начис. У нас нет начис с креветками сегодня, зато есть курица. Значит, креветок нет? Нет. И коктейли с креветок тоже нет? Ладно. Тогда я буду лосося. Лосося у нас тоже нет. Лосося тоже нет. Нет. А тунец есть? Я не уверена. Хорошо. У нас ничего нет, и меня это раздражает, потому что посетителей расстраивать приходится именно мне. Я буду ваше фирменное блюдо. Кара-ягненка. Кара-ягненка. В шоколадном мятном соусе. Спасибо. Пожалуйста. Очень неприятно смотреть в меню и понимать, что половина блюд в нем отсутствует. Держи заказ. Давай. У нас нет ничего из того, что он заказывал. Он хотел начис с креветками, но у нас нет креветок. Потом он попросил коктейль с креветок, но опять не вышло. Мне постоянно приходится говорить гостям, что у нас нет тех или иных продуктов. Мне ужасно стыдно. Ух ты. Держите. Чудесно. Я спокоен. А с чего мне нервничать? Он обычный человек, как и... Шестьдесят это не так уж и плохо в Америке? Ну, с учетом того, что средняя зарплата около восьмидесяти тысяч долларов в год. Это пиздец, а не долг. Я. Интересно. Как у вас дела? На вкус консервы. Да. А в меню написано, что это домашний суп. Ваш шеф-повар не в состоянии приготовить томатный суп? Вероятно. Я думал, это ресторан высокой кухни. Я тоже. Ладно, давайте попробуем следующее блюдо. Начи с курицей. Очень быстро, прекрасно. Приятного аппетита. Кто там так кричит? Что, 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 что? Наш шеф-повар Рикки. Вы только посмотрите на эти бриллианты на моей рыбке. Посмотрите на мою рыбку. Бриллианты на моей рыбке. У вас есть шеф-повар? Да. Он покупает готовую еду? Так-то восемь из дохуя, пятьдесят средним. Ну, по-моему, шестьдесят пять тире восемьдесят. То есть там вот дефис восемьдесят. То есть в этом промежутке. Вроде бы. И что? Да. Да, разве меньше? Бриллианты на моей рыбке. Посмотрите на мою рыбку. Бриллианты на моей рыбке. Я молодчина. Я обожаю готовить мои блюда. Говорят, сами за себя. Начо с курицей. Что-то в них не так. Как била? Очень странно. Это свежие начо с или покупные? Шеф готовит начо с по утрам. Нет, дорогая, не думаю, что они были приготовлены сегодня утром. Рикки, когда ты приготовил начо с? Вчера. Ну всё, я готова провалиться сквозь землю. Нормальный начо с, что ему не понравилось. Вот почему это называется начо с. Вот почему это блюдо относится к закускам. О, боже. Какой отвратный уёбок, блядь. Карра ягнёнка с шоколадным мятным соусом. Здесь свежая мята и шоколадный сироп. Мне нравится. По-моему, я классный. И выглядит на отлично. Боже, как быстро. Итак, где ягнёнок? Нет, 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 не это. Где ягнёнок? Посмотрите. Нож больше, чем кусок мяса. Господи, Всевышний, сделай так, чтобы меня не вырвало от этой еды. День будет очень долгим. Пригласите, пожалуйста, шефа ягнёнок замороженный? Да. О, боже, ягнёнок замороженный? Да. Он выковыривает кусочки еды, а потом спрашивает, ягнёнок замороженный? Пришлось сказать правду. Тут есть хотя бы одно блюдо, которое действительно можно отнести к высокой кухне? К сожалению, нет. У нас всё замороженное. Ясно. Знаете что, не надо мне больше ничего приносить. Остановимся на каком-нибудь десерте. Ладно. Я ужасно голоден. А есть здесь просто-напросто страшно. Да уж, этот парень отказался есть мою еду. Но это его право, а мне плевать. Я больше не хочу об этом говорить. Что вы порекомендуете на десерт? Пожалуйста, на десерт я порекомендовала бы брауни алямот. Брауни алямот. Брауни алямот. Я удивлена, что он не попросил меня поклясться на Библии, что этот брауни мы готовим сами. Сладкий хлеб. Давайте попробуем брауни. Хорошо. Очень жаль. Люди приходят сюда поужинать, находясь при поднятом настроении. Но если, увы, половина ингредиентов в меню отсутствует, а 90% блюд замороженные... Это всё не к добру. У нас было полно брауни, а сейчас ничего не осталось. Кошмар. Базарт! Я не знаю, что случилось с брауни. Я ничего с ними не делал. Не надо ко мне приставать. Кто знает, что произошло с брауни, которые здесь были? Они закончились. Когда? Пару дней назад, а что? Они были здесь несколько дней назад. Как же я сейчас зла. У нас должно быть всё, что есть в меню. А у нас ничего нет. Я так больше не могу. Чёрт возьми, не смей так разговаривать со мной, иначе я разозлюсь. Это ты меня злишь. Ты ведёшь себя так, как будто ты здесь главный. У нас ничего нет. О чём ты говоришь? Приходишь сюда, задаёшь кучу ненужных вопросов. Ты сама должна всё это знать. Закрой свой рот, надоело. Это ты мне надоел. Заткнись, ты меня уже достала. Что? Почему этих двух, блядь, гангстеров ебаных не уволили? Один, который жрёт, блядь, постоянно еду. Бесплатно. А второй, который ведёт себя как мудак и готовить не умеет. Что происходит? Далее в программе. Базард переходит все границы. Тебе разрешили это брать? Нет, совершив кражу. Это небольшой пикничок базарда. А когда Гордон проник на территорию Рики? На вкус пюре быстрого приготовления из коробки. Так и есть. Рики идёт в атаку. Я не слышал ни одной жалобы на этот счёт, а вы... Что? Не пропустите. Кошмаре на кухне. Приходишь сюда, задаёшь кучу ненужных вопросов. Ты сама должна всё это знать. Закрой свой рот. Надоело. Это ты мне надоел. Что происходит? Она постоянно винит всех вокруг. Она сама должна знать меню. Пусть прекратит задавать мне идиотские вопросы. Она и сама знает, что у нас все продукты замороженные. Итак, какие блюда из тех, что я заказывал, относятся к высокой кухне? Что вы имеете в виду? Давай на чистоту. Это чёрт знает что. Мне было стыдно за тебя. Ясно. Нельзя подавать ягнёнка с шоколадным соусом. Ты совсем больной? Там вообще ягнёнка не было. Я-то здесь при чём? Что нам привозят, то мы и подаём. Рик, вы подаёте это за 27 долларов. Никто, кроме вас, не жаловался. В ресторане никого и нет, кроме меня. Ему, видите ли, не понравился мой шоколадный соус. Людям нравится. Верите вы в это или нет? Наши гости постоянно заказывают ягнёнка. Что есть свежего в вашем меню? Вы имеете в виду незамороженное? Да, и незамороженное, и непокупное. Все продукты надо замораживать. Нельзя, чтобы они портились. У тебя мозги есть? Хоть капля. Что это такое? Какое право вы имеете критиковать меня? Вы считаете, что я расстроюсь? Ни черта. Кто из нас круче? Он или я? Догадайтесь сами. Я покажу ему, где раки зимуют. Я разговариваю с человеком, который возомнил себя Богом. А на самом деле... Он простой хвостун, который подаёт замороженную еду вплоть до овощей. Ты шеф-повар. Тебе не стыдно подавать такое? Мне не стыдно. Ты настолько ленив? Вам не удастся унизить меня. День 2-й, 10.51. Осмотр кухни. После вчерашнего провала Гордон решил проверить, как обстоят дела на кухне Рики. Боже, в этом холодильнике даже не прохладно. Это и холодильником-то назвать нельзя. Это скорее духовка. Мясо портится. А здесь уже запёкшаяся кровь на дне. Ебать. Запах отвратительный. Что это? О, боже, ну и запах, чёрт. Господи. А вот и мой ланч. Что это? Томатный суп с базиликом и перцем чили. Здесь нет ничего свежего. Всё покупное, чёрт возьми. Позор. Какой кошмар. Помимо отсутствия дисциплины, Гордон обнаружил и отсутствие чистоты. Он понимает, что ему нужно серьёзно поговорить с сотрудниками. Здесь нужно навести порядок. Рики, холодильник должен блестеть. Пол тоже. Ведро за тобой. Табита, ты займись залом. Гордон заставил нас собираться. Полы пришлось мыть несколько раз. Да ещё и окна мыть. Сомневаясь в том, что ресторан высокой кухни будет пользоваться спросом в помоне, Гордон самостоятельно решил изучить район. День 2, 12.54. Осмотр окрестностей. Как вы? Прекрасно. Хорошо, очень хорошо. Расскажите мне о помоне. Здесь очень много молодых и активных людей. А что вы скажете о ресторане Лелы? Вы там бывали? Нет, ни разу. Какую еду вы предпочитаете? Я ем пиццу неподалёку. А как вам высокой кухни? Если честно, мне это не по карману. Ясно, у вас другие цели в жизни. Да. Где вы предпочитаете обедать? У нас в округе много мексиканских ресторанов. Больше ничего нет, если честно. Узнав побольше о жителях помоны, Гордон вновь направляется в ресторан Лелы посмотреть, как сотрудники справились с уборкой. Хорошо, потрясающе, очень чисто. Чисто. Теперь Гордон доволен чистотой ресторана, но всё же атмосфера ему не нравится. День 2, 18-16, ужин. Твоя сестра говорила мне другое вчера. Здесь у нас как дом. Мне нравится болтать с гостями, даже по телефону. Чёрт! Я отдыхаю. Блять! Я только что съел огромный маффин. Мы здесь веселимся. Нельзя же ходить на работу, которая не приносит тебе никакого удовольствия. С вами мы не встречались. Я базарт. Почему базарт? Ему нравится тусоваться на кухне и есть. Я постоянно подлавливаю его на этом. Мне кажется, у него глисты. Вечер начался спокойно, но из-за премьеры в театре, находящемся по соседству, ресторан Лелы стал наполняться гостями. Проходите за мной, я покажу вам ваши места. Рикки. Да. Где лосось, которую я заказывала. Не смей меня торопить. Чёрт возьми. Гордон быстро понимает, что ресторану явно не хватает лидера. Человека, который бы мог противостоять Рикки на кухне и табить и в зале. Я реально поражаюсь, когда владелец, блять, ресторана просто по уши в долгах и при этом абсолютно безучастный и сидит и... Ну вот на самотёк как-то всё пускает. И всем заправляет какой-то, блять, объебос нахуй с кухни. Мешает. И ей вообще похуй. Не проверяет что-то, не чекает, как он общается, что происходит на кухне. И при этом грустит, что в долгах. И постоянно берёт ещё больше в долг. Это, блять, просто какой-то бред. Идиотизм. Лосось и Себас. Себаса нет. О, боже. Какого чёрта ты мне это не сказал, когда я принесла заказ? Я не видел заказа. Меня бесит Рикки. У нас никогда ничего нет. Они сделали заказ 20 минут назад. Их еда уже должна быть готова. Я только что поняла, что у нас нет Себаса. Боже. Потому что все хотят свой бизнес, хотя особенностей к видению нет никаких. О, блять, а мне кажется, мышление исключительно вот этим вот хочу свой бизнес, бизнес, это устаревшая какая-то формула. Хотя мы смотрим старую запись передачи, но, наверное, хотение своего бизнеса, оно для всех, для всех, нахуй, до сих пор является таким, такой прямо какой-то глобальной важной точкой. Мне кажется, сейчас можно заработать много денег, не имея своего бизнеса. И, следовательно, не имея такой большой ответственности, геморроя, траты и так далее. Поэтому я хз. И это учитывая ещё то, что бизнес не факт, что вообще принесёт тебе какой-то доход. Для бизнеса нужно ебашить. Это правда. Для бизнеса нужно работать просто круглые сутки, чтобы он стал успешный. И много-много лет. Мы его оба заказали? Да. У Рики нет основных ингредиентов, которые входят в меню. Зато у него есть замороженные продукты, за которые он выставляет неоправданно высокие для помоны цены. Я только что попробовал пюре. На вкус похоже на покупное. Так и есть. Очень вкусно. Главное, добавить в него немного масла и соуса, получается отменный гарнир. Я даже не знала, что он использует полуфабрикаты. На мой взгляд, Рики слишком ленив. Чёрт возьми. Она даже не знала. Блядь, ты владелец ресторана, я в ахуя. Просрочен. Алё. Посмотри на дату. Какое сегодня число? Не смей подавать этот пирог. Я больше не намерен это терпеть. Во времени удачного ужина некоторые сотрудники стали в спешке покидать ресторан. Я еду домой. Но у нас полно работы. Беготни-то больше нет. Чё, блядь? Ты закончил или... Я просто решил немного отдохнуть. Где Базарт? Куда они всиделись? Он идёт домой с целым мешком провизии. В этом весь Базарт. Он постоянно норовит что-нибудь стащить. Удивительно, что это уёбище, блядь, знает об этом и не останавливает его. Базарт ушёл вместе с одним из поваров. Но ушли они не с пустыми руками. Чёрт, вы меня напугали. Что у тебя там? Я взял сэндвич, пасту, которую не стали есть посетители. Здесь ещё и ягнёнок? Да. Ясно. Тебе кто-нибудь разрешал это взять? Нет. Поговори с ней, расскажи ей всё. Пиздец. Без проблем. Я пойду с тобой. Пойдём вместе. Вот куда у нас всё пропадает после его ухода. Это небольшой пикничок Базарда. У него здесь есть сэндвич, ветчина, сыр, горчица, салат, ну и, конечно же, здоровый кусок новозеландского ягнёнка. Теперь вы знаете, куда всё исчезает. Прекрати смеяться. Этот ресторан терпит огромные убытки, а ты не брезгуешь воровать вино. Он всегда таскает по чуть-чуть. Я регулярно заставал его за этим занятием. Я не собираюсь сейчас с вами спорить. Я не собираюсь спорить с тобой, я не владелец. Невероятно. У меня были подозрения по поводу Базарда, хотя я ни разу его не ловила. Но сегодня всё прояснилось. Собрание после ужина. Господи Всевышний! Чем мы здесь занимаемся? Вы не в состоянии работать командой. Я не могу исправить всё и сразу. Вся команда должна болеть рестораном. Почему ты решил стать шеф-поваром? Потому что я люблю готовить. Любишь готовить? Да. Ты готовишь полуфабрикаты! Вам не понравилось моё картофельное пюре? Никто, кроме вас, не жаловался. Вы слышали хоть одну жалобу? Что? Слышали? Когда Рикки начал спорить с Гордоном, единственное, чего я хотела, чтобы Рикки заткнулся. Прояви уважение! Что значит прояви уважение? Ты не профессионал, ты не шеф-повар! И смирись с этим! Не надо так на меня смотреть. Не стоит загонять пса в угол, а то он и укусить может. Я лучше застрелюсь, чем буду готовить пюре из супермаркета. Вам есть ещё что сказать? Надеюсь, завтра всё изменится. Тогда у нас всё получится. Если же ребята не изменят своего отношения, мне придётся принять жёсткие меры. Гордон готов воплотить свой план в жизнь. Но вчерашние проблемы не забыты. Базард здесь. Где он? В подсобке. Бля, почему его нахуй не уволили? Я не люблю увольнять людей. Но если люди не готовы меняться, у меня просто нет другого выхода, кроме как попрощаться с ними. Покажи... Покажи-ка мне свои глаза, сними очки. Базард, всё, что находится в этом ресторане, принадлежит Лелле. Ты должен это уяснить. Нельзя ничего отсюда брать. На месте Леллы я бы уже давно уволила Базарда. У меня тоже нередко воруют, но я за дисциплину. Если кто-то украл у меня хотя бы мелочь, этому человеку не место в моём ресторане. Дело в том, что если человек чувствует свою безнаказанность, он не прекратит воровать. Да, прости, но у меня нет другого выхода. Я должна тебя уволить. Прости. Базард сюда больше не вернётся. Больше он никому не будет докучать. До свидания. Можно мне хотя бы вещи собрать? Да. Теперь, когда Базарда попросили, Гордон вновь обращается к шефам. Итак, Рики, вперёд, великан! Боже! Начнём с небольшого теста. Вчера вечером вы совершенно ничего не пробовали, вы ничего не смыслите в еде, поэтому я сам хочу вас протестировать. Попробуйте это. А затем вы должны будете сказать мне, что это. Готовы? Да. Хорошо. Я не знал, чего ожидать, когда на меня надели повязку. Вообще-то я часто пробую свою еду. Итак, один из моих любимых видов мяса. Рики, что это? Говядина. Лекс? Похожу на курицу. Правильно. Рики, ты ошибся. Это курица. Пиздец. Что? Как можно перепутать курицу с говядиной? Я просто в шоке. Рики, что это? Дома это свинина. Свинина? Лекс, что это? Похоже на говядину. Правильно, Лекс. Пиздец. Это стейк Нью-Йорк. Мы сразу поняли, что у Лекса будет больше правильных ответов, потому что Рики никогда не пробует еду. Ты сегодня чистил зубы? Черт возьми. Итак, снимаем повязки. Я надеялся, что ты сможешь определить все ингредиенты, но этого не произошло. Все в поваре, да. Кто из вас двоих лучший повар? Я лучший повар, но все смотрят на него. Сегодня ты доказал свое мастерство. Спасибо. Я определенно лучший повар. Тут даже думать нечего. Рики, ты доволен результатом? Не особо. Лекс считает, что он готовит лучше меня, но я-то знаю, что к чему. Я знаю, на что я способен и доказываю это каждый день. Давайте все поменяем. Лева, я только что нашел тебе нового шеф-повара. Не думайте, что я не буду отвечать агрессией на агрессию. Пиздец. Этому не бывает. Я не хочу слышать оскорбления на свой счет. Наступил четвертый день. Все готовятся к открытию ресторана, и Гордон переходит к следующему этапу своего плана. Но сначала владелицу ждет сюрприз. Дорогая, на протяжении последних восьми месяцев ты заботилась обо всех. Да. Больше этого не будет. Я организовал для тебя нечто особенное. Сегодня будут заботиться о тебе. Настоящие профессионалы своего дела приведут тебя в порядок. Это не агрессия, это правда. Все, что ему не нравится, агрессивно. Я уже давно мечтаю о выходном. Точка. Я мечтаю хотя бы на один день забыть о работе. Мне очень нужен отдых. Добро пожаловать, меня зовут Шери. Я Лела. Слышала, вам необходимо расслабиться и... Пошла тратить деньги, которые взяла взаимые, блядь. Найс, тактика. Идите за мной. Пока Лела отдыхает, Гордон приступает к работе над меню. Он решил сделать меню более приземленным, начиная с фирменного салата. Вы оба должны подумать над фирменным салатом. Что-нибудь в стиле помоны. У вас есть час на то, чтобы создать салат, который понравится жителям помоны, поверьте мне. Именно так создавался салат «Цезарь». Если «Цезарь» вышел на славу, то и у вас получится. Включите воображение, посмотрите, что у вас есть в холодильнике. Перец, например, его можно обжарить. Подберите соус. В общем, работайте. Салат помона. Гордон попросил представить дух помоны в этом салате. Нужно добавить немного соли, совсем чуть-чуть. Теперь добавляем фасоль и курицу. Этот парень только что открыл ресторан за 3 миллиона долларов. Естественно, я постараюсь выудить из него как можно больше информации. Я как будто опять в школе. Чувствую себя школьником, готовящимся к экзамену очень строгого учителя. Что же можно добавить в салат? Итак, мойте руки. Лекс, убери здесь всё, пожалуйста. Я хочу посмотреть на то, что вы придумали. Перед нами новый салат помона. Салат, который представляет ваш город. Новый, свежий, оригинальный салат. Салат помона чудесен. Я даже не знаю, какими словами можно описать этот вкус. Невероятно вкусно. Я прогулялся по улицам, увидел китайские и мексиканские рестораны, увидел пиццерии. Но вот чего здесь действительно не хватает хорошего, сочного бургера. Я покажу вам, как приготовить отменный бургер. Я бы мог готовить бургеры, но это слишком банально. Говядина, соль, перец, горчица, соус ворчестер, кетчуп, лук, три яичных желтка. Теперь всё необходимо смешать. Да. Очень важно. Сегодня мы все вместе будем готовить бургер от Лелы. Это будет лучший бургер в помоне. Я уверен в том, что бургеры помогут привлечь больше посетителей в наш ресторан. Сначала хорошенько прожариваем на гриле. Теперь пробуем. Приправы. Отлично, сегодня бургеры будут особым блюдом. Шеф Гордон был совершенно прав, когда говорил, что наш ресторан должен подавать бургеры. Помоне нужен хороший бургер, и она его получит. Рецепт бургера от Лелы должен храниться в секрете. Если я вам его раскрою, мне придется убить вас. Краб с бургером, блядь. Возвращаясь с новыми гамбургерами, грузовиком и энтузиазмом, Гордон вместе с сотрудниками ресторана отправляются рекламировать ресторан. Хотите попробовать бесплатный бургер? Конечно, с удовольствием. А вы? Мне кажется, в городе быстро узнают о наших потрясающих бургерах. Пожалуйста, спасибо. Бесплатный бургер? Бесплатный бургер? Ну как, вкусно? Хотите еще? Конечно. У нас есть план. Новое меню, новый интерьер. Лела тоже преобразилась. Теперь это место стало совсем другим. Да. Кстати, о переменах. Лела, где ты, дорогая? Ах, вот. Помойсь, бургер. Фирменный бургер помоны, блядь. Ты только посмотри на себя. Глазам своим не верю. Доброе утро. Очень рад тебя видеть, дорогая. Когда я увидела Лелу... Ебать, но она стала лучше выглядеть, кстати. Я расплакалась. Я никогда не видела ее такой счастливой. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Выглядишь сногсшибательно. Спасибо. Теперь ты не похожа на даму, которая несет на себе все тяжести мира. Когда ребята меня увидели, они не поверили своим глазам. Да, теперь у них новый босс. Вы хотите увидеть новый модный ресторан помоны? Можно открыть. Итак, готовы? На счет три. Раз, два, три. Проходите, проходите, не стесняйтесь. Когда Гордон открыл двери в ресторан, я потеряла до речи. Здесь стало так красиво. Теперь здесь тепло и уютно. Не так, как было раньше. Я в восторге. Здесь у вас... Столы повернули вот так немножко наискось. Блядь, все изменения. Ресепшн. А на этих стульях можно отдохнуть. Я не могла не обратить внимание на красный диван и свечки. И почему мы сами до этого не додумались? Теперь это место подходит помоня. О, боже, вы только посмотрите. Гордон просто молочина. Теперь я еще с большим удовольствием буду приходить на работу. До открытия ресторана остался один час. Гордон еще раз хочет проверить меню. Гостям больше не будут предлагать ягненка в шоколадном соусе и старые начос с курицей. Вместо этого в ресторане будут подавать фирменные бургеры и салат помона. Теперь нужно привести персонал в порядок. Нам нужен лидер, менеджер. И нам просто необходима дисциплина. Табита, ты за главную. Мне очень приятно, что Гордон доверил мне работу менеджера. Это значит, что он в меня верит. Лекс, сегодня ты будешь руководить кухней. Мне еще никогда в жизни не делали таких комплиментов. Рики, ты будешь ему помогать. Опустим дважды. Я с первого дня здесь работаю. Я вкалывал, как проклятый. Покажите мне, что вы умеете работать командой. Мне нравится, что Лекс будет шеф-поваром. Он любит готовить, а Рики никогда не изменится. Этот ресторан должен измениться сегодня же, чтобы выстоять. Сегодня день открытия. Гордон пригласил местных художников, студентов и автодилеров оценить обновленный ресторан Лелы. Несмотря на плохую погоду, собралось много гостей. Открываем ресторан! Шиво! Хорошо. Удачи, ребята! Да. Вам она понадобится. За работу! Добрый вечер, как поживаете? Мы только что открылись, а людей уже полным-полно. Черт! Когда я увидела эту огромную очередь, я перепугалась. А вдруг мои ребята с этим не справятся? Это наше новое меню. Я очень сильно нервничаю. От этого вечера зависит многое. Наше новое меню. Гордон тщательно поработал над меню. И теперь этот ресторан прекрасно вписывается в окружение. И сегодня впервые су-шеф Лекс будет работать на кухне за главного. Сегодня Лекс, шеф! Ясно. Да, обидно. Но мне плевать. Я не собираюсь плакать из-за этого. Я настоящий мужик, и совсем справлюсь. Лекс! Да? Сегодня ты будешь озвучивать заказы. Ладно. Не забудь. Ясно. Я немного нервничаю, потому что... Не, нас с ними не будут востребоваться. Не только для ресторана, но и для меня лично. Два заказа бекона и сыр. Бекон, монтерейджек и шитярский сыр. Звучит потрясающе. Поехали. Они готовы. Они пришли даже несмотря на дождь. Все идут прямиком сюда. Мэр идёт. Ты по-прежнему в армии, мать твою, заново! Опять мэр. Насчёт поём. Прочих важных гостей. Сегодня Клэли пожалует сам мэр Помоны. Проходите, присаживайтесь. Мы организовали для вас особый стол. Спасибо. Куда посадили мэра? Рядом, вон с той дамой. Ясно, понял. Вы готовы сделать заказ? Рики, хватит болтать по телефону. Работай! Я, Лекс и Рики. Не хотим облажаться. Что ты ешь на этот раз? Как я на тебя не посмотрю, ты постоянно что-то жуёшь. Мы здесь работаем, исключения не будет. А для вас? Я попробую тушёное мясо. Я буду бургер. Вечер начался крайне удачно. Гости с радостью приняли новое меню Гордона. Лекс, давай первый стол, это очень важно. Но самое сложное – договориться с персоналом. Не обошлось без скандалов. А где заказ? Лекс, куда делся заказ на томатный суп с базиликом? Его уже забрали. Чёрт возьми. Долго ждём. Прошло минут двадцать. Скорее, тридцать. Прошло тридцать минут после открытия, ресторан испытывает некоторые затруднения. Лекс, где первый заказ? Нет, но блюдо не покинуло пределы кухни, и грандиозное открытие сбилось с курса. Ребята, мы опаздываем. Нужно ускориться. Что дальше в заказе? Салат помона? Курица. Где курица? Сейчас будет. Извини уже, ребята. Послушай, Лекс. Да. Работайте вместе, и тогда у вас всё получится. Ладно. Работать поваром очень непросто. Надеюсь, у нас всё получится. Если это не поможет, то я умываю руки. Если честно, мне кажется, поставить сегодня Лекса за главного было худшей идеей. Теперь мне всё ясно. Никто из них не привык работать, поэтому здесь такой бардак. Сэндвич с тунцом. И хотя кухня и стала справляться с заказами, не все гости одновременно получают свои блюда. Я съем это и это. Давай, Рики. Ясно, шеф, понял. Без паники, подавай все блюда одновременно. Да, бекон и сыр. Первый заказ. Бекон не прожарен. Он холодный и совершенно не хрустящий. Его нужно вернуть на гриль ещё на 30 секунд. Ну же, ребята. Чёрт знает что. Нам ещё ничего не принесли. Совсем? Мы уже четыре раза заказывали. Судя по всему, наши салаты готовятся дольше всего. Я очень, очень зла сегодня. Всё идёт не так, как мы планировали. Я всё ещё жду сэндвич с курицей. Боже. Курица идёт с... Они забрали салат. Салата нет. Что происходит? Рики и Лекс игнорируют заказы. О, боже, боже. Официанты начинают паниковать. Иди исправь всё. Нужно срочно что-то делать. И забирают еду, не спрашивая, для кого она приготовлена. Я не знаю, что было в заказе. Я даже не знаю, где мой заказ. А мне уже плевать. Спокойной ночи, Рамзи. Бургер за одиннадцатый стол. Что вы заказывали? Что вы заказывали? Боже, они принесли не тот заказ. Это должно было быть для десятого стола. Каролин, ты сказала, что это заказ для одиннадцатого стола. Но они этого не заказывали. Здесь лосось и чизбургер. Катастрофа. Куриный суп для вас? Нет, ясно. Кошмарный вечер. Чёрт. Простите. Ещё не готова. Когда будет готова, я дам знать. Мне нужны капеллини с креветками. Я же сказал, сейчас будет. Не спрашивай его, он не знает. Прошёл час после открытия, и всем стало ясно, что Лексу не хватает опыта. Они забирают блюда из разных заказов, и от этого нам только сложнее работать. Стой там и ничего не говори. Я ему же сказал. Кому ты сказал? Я сказал Рике, теперь мы пытаемся поговорить с ними. Позовите Стабиту, пожалуйста. Лекс попытался свалить всю вину на официантов, и Рики от него не отстаёт. Они оба твердят, что во всём виноваты только мы. Чёрт. Не надо винить во всём нас. Мы ни в чём не виноваты. Мы только читаем заказы и готовим еду. Всё. Мы пытаемся всё исправить, и они приходят и выкрикивают номера столов. Они задают слишком много вопросов сразу. Поэтому здесь хаос. Работать просто невозможно. Нам нужно тушёное мясо. Тебе тоже? Ей тоже. Где мой бекон с сыром? Чёрт. Быстрее, быстрее, дружок. Он тормозит, потому что не понимает, что от него требуется. Я просто обязана ему помочь. Посмотри, вот что мы должны делать. Мне кто-нибудь ответит. Ладно. Лекс, в чём дело? Что происходит? Совершенно растерянный. Какого чёрта я здесь делаю? Лекс решил подышать свежим воздухом и покинул кухню. Лекс, вернись немедленно. Лекс начал паниковать. А в это время Лела выслушивает жалобы посетителей. Вы ждёте лососи на гриле? Да. Я сейчас всё узнаю. Делекс, гости ждут две порции лососи. Всем остальным уже принесли еду. Здесь было два лососина, я не знаю, куда они делись. Их здесь нет. Ладно. Мне нужны два лосося. Делекс. Вспомнив, насколько этот вечер для неё важен, Лела стала настоящим боссом. Вернись немедленно. Мне нужны две порции лосося. Почему ты здесь? Не надо со мной так разговаривать. Я тебя уволю. Ладно. Лекс и Лела что-то не повелили. Лекс хотел отдохнуть, а Лела стала на него кричать. Я не позволю тебе так со мной разговаривать. Никто не смеет так со мной разговаривать. Ты первая начала. Я задала вопрос. Ты повысила на меня голос. А чего ты хотел? Ты всех подвёл. Почему я не могу сделать пятиминутный перерыв? Я работал четыре часа без отдыха. Ты здесь не один такой. Но ты не готовила. Какая разница? Твоя работа не сложнее нашей. Никто из вас не работает в пекле, как я. Если тебе это не под силу, тогда уходи. Она не на шутку разозлилась. Я никогда не видела её такой. Я устала. Устала от людей, которые не хотят выполнять свою работу. Мне надоело, что мои подчинённые могут уйти с рабочего места в любой момент. Ей, конечно, нужно было бы давно этим заняться. Она, конечно, припозднилась. Пиздец. Сколько же эти долбоёбы ей заруинили в итоге. Лекс, что происходит? Она пытается вывести меня из себя. Я решил отдохнуть пять минут, а она мне не даёт. Какого чёрта? Я весь вечер пахал. Ты не опустил руки? Какого чёрта я здесь делаю? Я понимаю, ты очень растерян. Сегодня был непростой вечер. Лекс, возвращайся к работе. Ебать. Он действительно расстроен. Успокою его, ладно? Я постараюсь. Боже. Чё за пиздец, блядь? Они как будто бы... Как будто бы, блядь, не на работу устроились, а, не знаю, в пионерский лагерь приехали. Чёрт. Ведут себя просто пизданутая. Чёрт. Ебать съебался. Лекс покинул кухню, и теперь Рикки должен сделать всё возможное, чтобы не подвезти Лелу. Где сметана? Рикки. Да, шеф. Продолжай работать. Да, шеф. Одна ошибка, и нам всем конец. Ясно, понял. Когда нет другого выбора, остаётся только бороться. За 55-м столом мэр. Сколько ему ждать? Виапи. Мне нужно ещё пять минут. Пять минут, пожалуйста. Боже, что за чертовщина? Отдай мне заказ, как только начнёшь готовить. Конечно. Многие гости ещё не получили еду, включая мэра помоны. И сейчас всё зависит только от поваров. Бургер Лелла, где он? Это для первого стола? Это для первого стола? Мне нет времени с тобой разговаривать. Нам всем необходимо собраться с духом. Дам у тебя овощи. Приготовь мне тушёное мясо, быстрее. Спасибо. Дай мне два куриных супа, и можешь забирать этот заказ. Рикки взял себя в руки, и гости вновь стали получать свои заказы. Вам понравилось тушёное мясо? Да, его стоило подождать. Спасибо. Сначала люди жаловались на то, что еда готовится слишком долго, но... Понятно, и на микс просто сидел, общался, блядь. Нихуя не сделал. Пациент всё сделал. Ясно. Потом, когда они попробовали, они были... Бесполезная ебла, нахуй. В полнейшем восторге. Если бы не моя должность, я бы облизал эту тарелку. Это за космера? Аллилуйя. Салат Помона. Это самый вкусный бургер из всех, что я ела. Гостям нравится угощение. Очень вкусно. И мэр Помоны лично одобрил новое меню ресторана Лелы. Я позаботюсь о том, чтобы в день Помоны повсюду подавали этот чудесный салат. Нихуя себе, да ладно, блядь. 700 долларов вам нужно заплатить за электричество, и 1000 долларов для ровного счёта. А мне пора. Вы продолжайте. Счастливо. Как у вас дела? Отлично. Здорово. Меню приняли на ура. Людям очень понравились новые блюда. Немного остыв, Лекс вернулся в ресторан. Не в качестве шеф-повара, а в качестве помощника Рики. Боргер? Привет, брат. Как вы? Давай, Рик, мы справимся, мы же банда. Лекс немного остыл и вернулся. Я тебя прикрою. Не вопрос. Мы отлично справились. Курица готова. У меня здесь две. Дай мне салат Помона и тушёное мясо тоже. Я гордился тем, как Рики повёл себя в этой ситуации. Теперь я уверен в том, что он шеф-повар. Спасибо большое. Очень рад вас видеть. Теперь ресторан будет работать по-новому. Рики, на пару секунд. Своим успешным возвращением Рики сумел произвести впечатление на Гордона. Начинали мы очень непросто. Да. Первые 24 часа в вашем ресторане я думал, что ты полный идиот. И был уверен, что ты не протянешь до конца. Но ты меня удивил. Спасибо, шеф. Сначала мы не поладили. Просто каждый показывал свой характер. Я вёл себя как ребёнок. Я просто хотел сказать, что ошибся в тебе. Ты отлично поработал. Спасибо. И несмотря на всю суматуху в зале, ты смог собраться. Ты взял себя в руки и не раскис. Молодец. Для меня это многое значит. Серьёзно. Здорово вернуться, это точно. И то, что сам Гордон Рамзи похвалил меня, говорит о многом. Теперь ты не имеешь права облажаться. Продолжай в том же духе, и тебя ждёт большое будущее. Да. Не останавливайся. Да. Да? После пребывания Гордона у Лелы, Рики продолжает развиваться. Да, тот чел реально припроебал свой шанс. Ведь обосрался ещё и повёлся как малолетний еблан. Всё нормально. Спасибо. Табита привыкла к роли менеджера. Ты начинаешь паниковать. Сделай глубокий вдох и успокойся. Лела научилась быть более настойчивой и требовательной. Мне срочно нужны кальмары. Посетители в восторге от еды. И впервые за восемь месяцев Лела стала зарабатывать деньги. Потрясающе со мной, это впервые. Приходите ещё. Обязательно. Хорошего вам вечера. Спасибо. Давайте расставим все точки над «и». Вы выиграли в этой битве. Шеф Гордон, классный парень. Вы боролись за свою работу, это о многом говорит. Слава Богу, что он к нам приехал. Он изменил всё. Он изменил наш ресторан, меню. Он всё исправил. Это было здорово. Это было очень здорово. Гордон сделал всё на высшем уровне. Вот чего нам не хватало. Что ж, удачи. Я рад, что он нам помог. Благодаря ему наш ресторан изменился. Спасибо ему большое. Я навсегда запомню то, что он мне сказал. Пять месяцев спустя. О, нихуя. Несмотря на успех, долги Лелы оказались слишком большими, и ей пришлось закрыть ресторан. Блядь. Пиздец, на самом деле, что вот так она даже не проработала какое-то время, а из-за долгов отлетела нахуй. Блядь. Так, что было дальше? В конце эпизода мы слышим, что и Рики, и Табита преуспели в своих ролях шеф-повара и менеджера. Однако Лела закрылась, так как, хотя дела у Лелы пошли на поправку, долги Лелы были слишком высоки. Отзывы у Ел были в основном отрицательными. Блядь. Блин, грустно, на самом деле, грустно очень наблюдать за такими фиаско. На его месте сейчас Аладдин Кафе, короче, арабский ресторан с хорошими отзывами. После Лела Рики стал шеф-поваром в бутчершопе в Лаверне. Позже он работал в Сильверспун Кейтеринг, а в настоящее время работает в казино Голливуд Парк. Лела вышла в эфир... А, ну, слушайте, вот, блядь, у него всё нормально, видите, оказался у этого чувака. Там же Аладдин, по-моему, был, да? Аладдин, Аладдин, Аладдин. Не, ну, вы поняли, Аладдин. А, ну, Аладдин, Аладдин, вернее, да, всё правильно. Всё правильно.